Говорю, господи, какая-то машина идет красно-сбелым. По-моему, это пожарная. Смотрю, 0,1, говорю, супругу. Говорю, 0,1. Я говорю, по-моему, это оперативники. Я говорю, что случилось, что ли? И народ, говорю, идет обратно уже сюда. Пожарные машины и кареты скорой помощи наделали много шума в районе Новоселки. Накануне вечером здесь загорелся недавно отстроенный деревянный дом. Все произошло около 8 часов. Через несколько минут на месте ЧП работали 5 единиц техники и 16 человек личного состава МЧС. Спасти деревянное строение, увы, не удалось. Куча обугленных бревен – это все, что осталось от нового дома. Чтобы потушить строение, пожарным понадобился не один час. Но и сейчас кое-где из-под пепла пробиваются струи дыма. К счастью, в момент пожара в доме людей не было. Жертв удалось избежать. По словам соседей, хозяин сейчас уже пепелища, выкупил здесь землю в прошлом году. Построил дом, но заезжать не спешил. К новостройке не было подведено коммуникаций. Соседи говорят, после строительства мужчина бывал здесь редко. Он якобы снимал квартиру в поселке Некрасовский. Парень рьяно взялся. Он выстроил этот дом быстро, за лето. У него чес, брус, все новое было привезено. По словам, как бы он говорил, что продал квартиру и хотел выстроить здесь дом жить. Местные жители говорят, новоселки – место неспокойное. Нередко здесь возникают пьяные драки. А передел этой земли давно стал предметом судебных споров. Люди не исключают, что дом могли и поджечь. Да тут много всяких шелупов не убитается. Что не придешь и все время квасит. Этот дом чистый поджог. Вот таких-то гадов надо вообще грохать. Их очень много развелось. Так или иначе, но официальные причины возгорания установят специалисты. На это у них есть 10 дней. В управлении МЧС не исключают и версию поджога. Георгий Колчин, Олег Лушников. Место происшествия.